Встретились за круглым столом. В Саратовском государственном университете собрались представители российско-казахстанского экспертного IQ-клуба. Темы встречи выбрали развитие межгосударственных отношений в Каспийском регионе. Подробности в нашем сюжете. Мировая юридическая практика показывает, что в любых спорных ситуациях со временем удается найти компромиссный вариант разделения морского шельфа. За этим круглым столом в СГУ сегодня обсуждаются важные геополитические проблемы. На площадке Института истории и международных отношений заседает российско-казахстанский экспертный IQ-клуб. Его участники – ученые и политологи из России, Казахстана и Ирана, представители стран Каспийского региона. Именно его проблемы и стали ключевой темой обсуждения. Значимость Каспия в последние десятилетия только возрастает, ведь здесь имеются огромные запасы углеводородов. В центре внимания доклад «Каспийский регион 2025. Экономика, безопасность, интеграция, сценарии и прогнозы». Авторы – ученые Москвы и Саратова. Вместе они анализируют, как будет складываться ситуация в Прикаспийском регионе в перспективе. Это политологический экскурс с оттенками футурологии, скажем так. Поэтому, безусловно, представленный здесь сценарий не является никакой догмой. Это лишь варианты возможного развития, которые мы оцениваем с той или иной степенью вероятности, исходя из представленных аргументов, ну и наших субъективных оценок. Авторы доклада обсуждают динамику развития нормативно-правовой базы Прикаспия. Ведь вопрос о том, как поделить Каспийское море между странами Прикаспийского региона, до сих пор остается нерешенным. Участники дискуссии также анализируют экономическое развитие и подробно останавливаются на обеспечении безопасности в регионе. Ключевые аспекты все-таки в обеспечении безопасности, они находятся в сфере нетрадиционной. При этом ключевыми такими угрозами являются сепаратизм, терроризм и рост радикализма, особенно в условиях роста нестабильности Ближнего Востока. Доклад вызывает бурное обсуждение. Эксперты предлагают свои сценарии развития ситуации в регионе. А по окончании вырабатывают рекомендации для уполномоченных ведомств и инстанций Прикаспийских государств. Несмотря на то, что за круглым столом рассматриваются темы геополитики, заседание вызывает интерес и у саратовских ученых и политологов. Говорят, формат привлекает прежде всего своей практикоориентированностью. Те выводы, те прогнозы, те модели, о которых сегодня говорят эксперты в результате своих экспертно-аналитических исследований, это прежде всего то, что может и что должно быть экстраполировано и на региональную политику, и на те решения, которые могут приниматься, скажем, на территории Саратовской области. Тему Каспийского региона подняли в рамках социально значимого проекта «Синергия» – сотрудничество аналитических центров Евразии. Он реализуется на средства господдержки, которые выделены в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента России от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. Это третье заседание российско-казахстанского экспертного IQ-клуба. Первые два прошли в Москве и Астане.